Привет участникам зимней школы Робономика и всем интересующимся децентрализованными технологиями. Меня зовут Алишер, я промышленный инженер в сообществе AiroLab. В этом уроке я покажу на самой простой аппаратуре, как подключить свое оборудование к Робономике с помощью Aira. Здесь у меня простейший датчик пыли в воздухе и датчик влажности и температуры. Они подключены к Arduino совместимой платке с Wi-Fi, она передает показания по HTTP, а по IP-адресу в локальной сети дома можно вывести измерения в браузер на телевизоре. Вот, например, как у меня сделано. Извне данные можно получать по WebTrip от Aira в децентрализованное веб-приложение. Aira мы установим на Raspberry Pi. Одноплатный 35-долларовый компьютер, который наверняка есть в каждой лаборатории, у каждого самодельщика. Для этого воспользуемся подготовленным в релизах образом Aira для SD-карты. Нам понадобится Raspberry Pi, датчик и 16-гигабайтная или более microSD-карточка. Этот и следующий мой урок будет интересен тем, кто хочет подключить свои IoT-устройства, датчики, роботов, погодные станции, кофемашины, станки. Может быть, как у знакомых мне участников школы, автоматизированные жилые модули на основе контейнеров для предоставления их как сервисов через Рубономику. Можно подключить замки апартаментов или офисов для токенизации их аренды. Ну и остальным, кто хочет посмотреть, как это делается. Начнем. Начнем с записи дистрибутива Aira на SD-карточку для нашей Raspberry Pi. Для этого включаем дистрибутив из репозитория Aira. Ссылка есть внизу, readme, SD-имидж. Вот эта ссылка. И после загрузки можно будет сверить по... Хорошо. Тем, кто хочет подать удачу с Web3, доступна загрузка по IPFS. Последний образ и ссылка SD-имидж. Я образ уже скачал, поэтому поставлю его на запись сразу. Записать можно с помощью BD. Входящий файл. Через PV, чтобы видеть лоадер. И устройство, на которое записываем. Ставил только что карточку. Видно, что зовут ее MMC-BWK0. Все. Запись началась. Это займет некоторое время. Дистрибутив весит гигабайт с лишним. Поставлю пока запись на паузу. Дистрибутив на карточку записался. Запустим его на нашем компьютере. Подключим его к монитору, питанию, сети с DHCP-сервером и доступом в интернет. И подключим к клавиатуру. Загрузка заняла пару минут. И вот Аира встретила нас уже знакомым приветственным экраном. Первым делом включим SSH для удобного удаленного доступа. Для этого сначала разрешим запись в файл с конфигурацией. Аира основана на дистрибутиве GNU-Linux-NixOS. Это дистрибутив с декларативной конфигурацией на основе пакетного менеджера и языка Nix. Чтобы включить OpenSSH-сервер, соответственно, нужно добавить в конфигурацию записи на языке Nix. Включим SystemDiveService.OpenSSH. Свои добавления конфигурации я оставлю в описании к уроку. Включить сервис. Запретить логин по паролю. И разрешу Погин пользователя root. Так, я хочу залогиниться по своему открытому ключу. Для этого я записал его на флешку. И сейчас добавлю в конфигурацию. Оставляю флешку. Так, обнаружилось устройство. Зовут его... Завод устройства SDA. Ну и смонтируем его. Раздел SDA1. На флешке один раздел. Директории MNT. Так, теперь из MNT ID Добавим ключ в конфигурацию. Cetra.sois.configuration.nix Так, теперь правильно оформим ключ для конфигурации. Вот он ключ в конце файла. Так. Чтобы добавить ключ, нужно записать его в поле авторизованных ключей пользователя. Имя пользователя, root, open SSH, authorized keys, далее список, список из одного элемента. Кавычки, закрываем список и точка с запятой. Готово. Одно важное замечание, в Raspberry Pi не так много оперативной памяти, всего гигабайт, шток вижу 909 мегабайт. Чтобы пересборка конфигурации, пересборка пакетов происходит во время нее, произошла успешно, я думаю, стоит добавить swap и включить ZRAM. То есть сжатие в оперативной памяти, если ее начинает не хватать. Это делается тоже в конфигурации. Давайте добавим это после импорта в начало файла. Такс, ZRAM, swap, enable, true. Сохраним и создадим раздел swap. Встречрыв. ДД. Иф. Давайте переведу это вверх экрана. ДД. Иф. Встречниках данных. Дальше, куда в раздел «Своп» Мегабайтными блоками 2000 штук Создать там «Своп» И включить его Команда будет в описании Своей помощью создастся раздел «Своп» Это займет некоторое время, я поставлю пока видео на паузу Так, создание «Своп» заняло около 5-10 минут И в «Эчтоп» видим 2-гигабайтный «Своп» И видим, что почти вся оперативная память занята А для смены конфигурации она нам понадобится Поэтому давайте остановим Ненужные для смены конфигурации сервисы Сервисы «SystemD» Для этого воспользуемся «Chibitor System.ctl» «System.ctl» «Стоп» И дальше именно сервисов Это «IPFS», который отъедает любую долю памяти И сервисы «Рабономики» «Lariability» И «ERC20» Это может занять 10-20 секунд Теперь, кстати, чтобы своп монтировался в следующей конфигурации автоматически Нужно добавить в конфигурацию запись Сделаем это Как заканчат сервисы останавливаться Сразу проверим, что теперь занята только малая часть оперативной памяти Так В конфигурации Добавим сначала Запись «SlabDevices» 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 Далее с списком Девайс И путь до него Той же, какой мы создавали слог в корне Открываем кавычки Открываем кавычки Открываем список И Сохраняем Ну все, теперь мы можем перейти на новую конфигурацию Для этого Воспользуемся Командой Nixos Rebuild Switch означает смену конфигурации на описанную в файле configuration.nix Сключом Upgrade обновит уже установленные пакеты Сключаем Fast Сделает это Много быстрее Так Видим, что по адресу по умолчанию обновиться не получается Nixos вместо репозитория бинарных пакетов использует функции на языке никс для описания пакетов и того, как их собирать и подгружает исходные коды из репозиториев в том числе в табе, например Расположение функций с описаниями пакетов находится в так называемых каналах Давайте добавим другой канал откуда система сможет взять описание пакетов Так для этого воспользуемся командой Nix channel с включенным add добавить новый канал адрес канала с h2p s aera.life channels aera.life и назовем этот кавалл никс сервис готово канал добавлен допустим допустим смену конфигурации еще раз в порядок смена конфигурации началась это займет с невысокими возможностями вычислительными нашей Raspberry Pi около часа может быть больше или меньше я пока поставлю запись на паузу и и так ошибка видим что не нравится повторное определение поля permit root login давайте уберем его из конфигурации так удалим поле удалим строку с поля permit root login и заодно не будем запрещать авторизацию по порогу я тоже уберем сохраним tags и допустим экспус rebuild снова ну теперь должен быть порядок вернуть после паузы на смену конфигурации паузы снова видим ошибку операцию not permitted давайте сменим канал с stable на unstable возможно это поможет для этого снова понадобится nix channel add htps aero with live channels только теперь aero unstable и nixos так и запустим xos rebuild switch switch upgrade и fast снова и так с каналом unstable мы успешно сменили конфигурацию или как еще говорят поколение наши aero и теперь можем перейти на работу по удаленному shell ssh давайте для этого посмотрим ip-адрес нашей машины ip пробел a показывает что адрес у нас конкретно у моей машины 192 168 188 19 ssh пользователь root на машине с ip-адресом подключен rbp согласимся подключиться и мы в shelly aero aero давайте проверим например номер текущего блока ross service all eth it дает сервис сообщают что номер текущего блока 724 746 давайте посмотрим по умолчанию aero работает в Aetherium Mainnet и действительно 7024, ну уже 749. Давайте переключим AIRU на работу в сайдчейне, можно сделать, можно было сделать это сразу. Для этого в конфигурации файле по пути процентра nixos configuration.mix в строке import, то есть в списке импортируемых файлов. Заменим последний элемент AERA Foundation на AERA SetChain и запустим смену инфигурации или смену поколения снова. AERA сменила поколение и можно повторно вызвать сервис получение номера блока pro service call eth current block. Номер блока 43527, сверим с номером блока в webinterface explorer по сайдчейну до 43527. Теперь сделаем прикладной пакет для AIRU, который будет брать данные с датчика по HTTP и передавать их в дезнетрализованные коптиложения по Rabonomic. Для этого нам понадобится ford-репозитория Rabonomics Winter School. Вы можете сделать копию пакета Fujiweather ACL и назвать, например, myweather ACL. Давайте, чтобы утомлять вас редактированием текстов, посмотрим изменения, которые я внес в пакет по списку коммитов. Заменил в файлах описание роспакета название пакета на новое. Можно сделать это для всех файлов в репозитории с помощью команды, которую я оставлю в описании к видео. Здесь вместо hello добавьте имя пакета в пакета прошлое и вместо литинс ваше имя пакета. Изменил название в файле smakelists, в файле ppxml, в launch файлов traderlaunch и в файле workerlaunch. Добавил мне пакета в файл default.nix и еще одну строку в файл и релиз никс с именем нового пакета. Далее Сделал новую модель. Вы можете сделать свой файл модели, добавить его в ipfs и заменить модель в launch файлов traderlaunch и workerlaunch в строке с параметром model. и добавил ip адрес своего датчика. В файле worker node вместо запроса openweathermap добавил запрос к своему датчику. При соединении к датчику датчик отдает значение строкой по пути string и при успешной обработке http запроса Дело запроса я передаю в строковом сообщении. В случае неудачи передаю сообщение о неисправной цепочке. В файле workerlaunch я изменил адрес от C++ листа, который мы использовали в уроке 4 части 2. Ссылку на диап для создания своего списка доступа можно найти в описании к этому видео. Туда я добавил ключ аккаунта в сайтчейне, который добавлен у меня в metamosk, чтобы получать показания с датчика. И в файле worker node раскомментировал строку, разрешающую workerу служить сообщение о спросе. Давайте я соберу и запущу пакет на iri. Для этого скачаю исходники на нее. Исходники скачались, перейдем в директорию с ними и запустим сборку. Смандой nix, пробел build, включен f, то есть файл, файл release.nix и дальше имя пакета, в моем случае mywebacm. Сборка заняла несколько минут. В директории появилась символьная ссылка result. Командой source result setup zsh. Добавим пути до исполнимых файлов, только что собранных в текущий shell. И сможем запустить наш пакет командой roslunch myweather.tsl, то есть имя пакета и название имя launch файла worker launch. Продолжение следует... Дождемся сообщения о том, что worker запустился. Теперь подготовим наше веб-приложение. Давайте посмотрим, какие изменения я внес его для работы со своей AIR. В файлах index.html и в компоненте allview заменил заголовок страницы на собственной. И в файл model.txt добавил ipfs-хэш своей модели. Я изменил название репозитория и пакета с диапом. Поэтому в файле с путем userc.utils.utils.js заменил имя пакета с fujiweather.deapp на свое. В файлах index.tml В файлах index.tml добавил из ариум адрес свою AIR. И в компонентах allview и modelview заменил обработку файла с данными по обводе на fujiweather. на вывод своего сообщения одной строкой с показаниями датчика и отредактировал обработчик данных из файла с данными в формате rossback на свое. Аналогично для allview и modelview. После этого, чтобы обновить содержание в бранче jhpages npm run build чтобы собрать пакет и npm run deploy чтобы загрузить его. Давайте откроем наш интерфейс и запросим данные с датчиком. можно открыть консоль чтобы видеть как происходит коммуникация и работа диагола. с аккаунтом в сайдчейне который находится в процессе контрольности подпишу запрос давайте посмотрим поймала ли его айра поймала входящий спрос с нашей моделью айра отправила результат с фешем заканчиваем gwq и в диапе мы видим что пришел файл с этими данными и вот они измерения которые передал датчик мы сделали из-за игры аппаратный шлюз сделали пакет для запроса показаний у датчика сообщением с подписью нашим из-за ключом из белого списка освоили применение ловчейн коммуникации в робономике и в следующем уроке посмотрим как запускать датчик по управляющему сигналу из централизованного компьютера то есть созданием контракта обязательства и задействованием провайдерской сети в робономике это например придаст показаниям и факту измерения неизменяемости так как данных вместе с временем и адресом заказчика исполнителя окажется в блокчейне спасибо вам за интерес к децентрализованным технологиям в целом и платформер обономики до скорой встречи и и Продолжение следует...